Чебоксарский проект «Живые уроки» стал победителем всероссийского конкурса «Лучшие практики развития детского туризма». Образовательные экскурсии для столичных школьников и дошкольников проходят четвертый год. На одной из них побывала наша съемочная группа. Это шишка! Я сразу поняла. У меня в интернете, у меня ровно, не купится шишка, я указала. Про типичную фразу «руками не трогать» на этой выставке можно забыть. На острове открытий можно ко всему прикоснуться, повертеть в руках и даже понюхать. А еще посмотреть на мир глазами насекомых. Вот таким необычным способом ученики четвертого класса 39-й Чебоксарской школы изучают биологию и окружающий мир. Это мех белота, это мех внутренний, а это мех литер. И этим мне задание понравилось то, что оно достаточно умное, потому что здесь надо думать, какие животные и какой мех к ним подходит. Живые уроки открывают новые возможности для обучения ребят. Например, изучая историю 18 века, историю восстания Емельяна Пугачева, они приходят в Национальный музей и посещают ту экспозицию, которая посвящена данному историческому событию. В данном случае именно учитель-историк выступает экскурсоводом, который, во-первых, знает очень хорошо детей и их способность к усвоению учебного материала, а во-вторых, он на примере именно тех наглядных, скажем, экспонатов рассказывает об истории 18 века. Выставки, туристические прогонки по городу, экскурсии в музеи и на предприятия. С каждым годом образовательный проект становится разнообразнее. Татьяна Леонтьев, Алина Сусметова, Андрей Спиридонов, Республика.